Что ж, я тут заказал бургер, это у нас из Вкусная Точка, фирменный бургер, вот такой вот Big Special, на секундочку, за 308 рублей. Но задумывались ли вы когда-нибудь, а сколько он стоит на самом деле? И неужели, блин, ну не могли его как-то более аккуратно что ли собрать? Ну ё-моё. И за вот это вот у нас просят 308 рублей, нет, мне всё-таки кажется, что что-то дороговато, я больше уверен, что этот бургер стоит дешевле. Короче, сегодня разберёмся, сколько реально должны стоить бургеры из фастфуда, у меня также ещё есть вот такой Burger King, там самый обычный вопер. Вопер, кстати, стоит дешевле, но и обратите внимание, упакован он попроще, но при этом по составу и по внешнему виду плюс-минус то же самое, что и из Макдональдса. Ставьте лайки, если вам больше нравится Burger King и обязательно подписывайтесь на канал, если вам больше нравится вкусная точка. Ну а я начинаю наш эксперимент и для того, чтобы понять, сколько действительно стоит бургер, его для начала нужно разобрать на составляющие. Окей, для начала давайте разберём вопер, мне кажется, что в нём будет меньше ингредиентов. Нет, ну вы можете поверить, что какой-то человек какое-то время назад этот бургер весь собирал, а я сейчас беру и просто на ингредиенты его разбираю, просто чтобы узнать, из чего состоит бургер. Смотрю я сейчас вот на это всё и что-то, честно говоря, мне не кажется, что это стоит 280 рублей. Согласитесь, ну как-то дороговато, тут по факту реально ничего нет. Два кусочка помидора, четыре огурчика, немного лука и салата. Но сколько всё это дело стоит на самом деле? Для начала давайте сначала посмотрим, как это всё оценивает Burger King. У них это сделать довольно просто, потому что, когда ты заказываешь бургер, ты можешь посмотреть, во-первых, из чего он состоит, там калории его и всё такое, это очень удобно. Ну и плюс через добавки мы можем посмотреть, что помидор добавить, например, это стоит 13 рублей за два ломтика. И вот тут мы уже можем с вами начинать придираться. Я специально зашёл в магазин, посмотрел, сколько стоят сейчас помидоры, выбрал не самые, скажем так, дорогие, взвесил один помидор, у меня получилось 50 с лишним рублей. Ну и сколько же, интересно, долек в одном таком помидоре можно нарезать вот на приготовление бургеров? Давайте тоже это проверим, ну вот, чтобы было всё реально по факту. Вот такой вот у нас помидор за 50 рублей, давайте попробуем его нарезать. И не забываем, что это и не самый дорогой ещё помидор, но и далеко не самый дешёвый. Я уверен, что Burger King как-то по оптовым ценам закупает, но у них помидоры явно должны стоить дешевле, чем просто вот я покупаю в магазине. 7, 8, 9, 10 долек получилось из одного помидора. И, кстати, не знаю, как вам, но мне кажется, что вот мои помидоры выглядят даже лучше, чем вот то, что у нас было в опере, а это значит, что они используют более дешёвые. Но не суть. В общем, теперь мы начинаем примерно понимать логику ценообразования, и уже видно, что она очень сильно завышена. Посмотрите на порцию салата Айсберг, который кладётся в бургер, и сколько он стоит на самом деле. Мне кажется, что из одного вот такого кочана даже не 10, а целых 20 бургеров можно сделать вообще в лёгкую. Что касательно булочек, то я нашёл вот такие вот большие булочки с кунжутом. Получается, одна штука стоит чуть больше 30 рублей, но больше всего меня убил лук, друзья. Вот такая вот луковица одна стоит всего лишь, представляете, 8 рублей. Из вот такой луковицы, мне кажется, тоже можно минимум 20 бургеров сделать. Это получается всего лишь 40 копеек на один бургер. Ну, а что касательно котлеты, друзья, Бургер Кинг вот такую свою котлету в опере оценивает в целых 109 рублей. Я не поленился, зашёл в мясной отдел и увидел вот такие вот котлеты из мраморной говядины. По скидке, да, за 90 с небольшим рублей, но даже без скидки получается, что одна котлета вышла бы не больше 70 рублей. Но это мраморная говядина. Если же мы возьмём фарш, вот такой я нашёл фарш, очень дешёвый. Как вы думаете, сколько можно сделать котлет из вот такого вот фарша? Но для простоты подсчёта я возьму котлеты из мраморной говядины по скидке, думаю, никто не будет против. И по итогу у меня получился вот такой вот перерасчёт. Вот эта цена за вопер, как её оценивают в самом Бургер Кинге. Все цены я взял с их терминала, все добавки там подписаны, так очень удобно считать. Ну а если же брать ингредиенты вот из магазина по реальной стоимости, то вот такая в итоге получается цена у вопера. Как вы можете заметить, она значительно, значительно прям вот ниже, чем то, что нам предлагают в Бургер Кинге практически в два раза. Окей, ну а теперь настало время разобрать Биг Тейсти. Мне кажется, что ингредиентов в нём должно быть побольше, ну и стоит он на 30 рублей дороже, чем вопер. Посчитать стоимость ингредиентов в Биг Спешл на самом деле чуточку сложнее, как и с любым бургером Искусственная Точка, потому что здесь нет цены за дополнительные ингредиенты, их там в принципе добавлять нельзя. Хотя единственное, что можно, это добавить сыр, и мы знаем то, что вот он стоит 20 рублей за кусочек. Всё остальное я буду брать просто по той же самой цене, что из Бургер Кинга, я не думаю, что она очень сильно отличается. Хотя, к примеру, кучка салата здесь получилась как минимум в два раза больше, чем в том же самом вопере. А вот лука здесь практически нет. Но зато взгляните на соус. Соуса здесь реально больше, чем вопере, это 60 рублей за соус уже вложено в стоимость этого бургера. Соус это тоже очень важная штука в бургере, и я, честно говоря, не знаю, как его правильно считать, поэтому взял вот такой просто готовый соус для бургера. Он, получается, стоит 113 рублей, но я думаю, что в одном таком пакете тоже минимум 10 порций соуса вот для бургеров имеется. Как можете заметить, в Биг Тейсте тоже не особо много ингредиентов, но стоит он дороже, чем вопере. И это вообще самый большой бургер из Вкусная Точка. 308 рублей сейчас лежит прямо перед вами. Котлеты у Биг Тейсте, кстати, больше, чем в опере, но я все еще предлагаю считать ее по той стоимости, вот как я нашел в магазине по акции. Там она в любом случае больше, чем в обоих этих бургерах. Из необычного здесь еще есть ломтики сыра, которые я не смог отделить от котлеты, потому что они к нему приплавились. Но в любом случае мы знаем стоимость в Макдональдсе. Из калькулятора сыр можно добавлять, и один ломтик стоит 20 рублей. В итоге давайте посчитаем стоимость всех ингредиентов, которые нам предлагает Макдональдс по их цене. И вот так выглядел бы бургер, как по цене из магазина. Короче, вы же видели, да, как этот бургер выглядел в начале, и вот я его разобрал, снова собрал. Ну он как будто бы стал выглядеть лучше, чем вот когда мне его собрали в Макдональдсе. Да, это забавно. Для простоты подсчета, многие ингредиенты, вот типа того же помидора или салата, я считал, что вот одной штуки хватает на производство 10 бургеров. Хотя по факту мне кажется, что можно значительно больше. Ну так просто было бы удобнее считать. И в итоге вы сейчас видите итоговые стоимости. Вот в опер, сколько бы стоил, если его покупать в Бургер Кинге, и если бы его готовить из ингредиентов по цене магазина. И то же самое касательно Big Special, это самый большой бургер в Макдональдсе, его реальная цена и цена, которую за него просят в Макдональдсе. Ну а попытаться сэкономить денег и приготовить такой бургер дома самостоятельно, или переплатить практически в два раза, чтобы вам приготовили этот бургер за вас, вы просто его купили, на лету съели, куда-то побежали, остается, естественно, за вами. В этом ролике я же хотел просто наглядно показать, как выглядят ваши любимые или, может быть, нелюбимые бургеры, и сколько они реально должны стоить. Если вам понравился подобный формат ролика, то обязательно поддержите меня вашими лайками, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики из мира фастфуда. У меня же на этом все, напоминаю, если вдруг кто не в курсе, меня зовут Тимур, спасибо за просмотр, приятного аппетита, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok